Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня у меня не будет какой-то сложный мастер-класс. Я просто хочу поделиться с вами тем, как я украсила свою входную дверь к Пасхе. Мне не хватало декора, я очень люблю хододом декор, и поэтому из того, что у меня на данный момент было, то, что где-то я покупала, где-то я разбирала искусственные веночки, я решила просто склеить декор. Поэтому, если вам интересно, что у меня получилось, и вы любите наблюдать за процессом, оставайтесь со мной. В своей работе я буду использовать вот такую заготовку из веток, это уже сразу скрученный венок. Как такие скрутить? Я вам показывала не один раз. Конечно, они получатся не совсем такие, но похожие. И вот такую заготовку с зайчика из фанеры. Если вы будете свою работу использовать не для улицы, то такую форму зайчика, возможно, какую-нибудь другую форму какого-нибудь другого животного, или, возможно, вы вообще что-то выберете другое, можно сделать из самого обычного картона и покрасть. И еще в работе использовать я буду искусственные цветы. Да, я всегда говорю, можно сделать их самостоятельно, но на данный момент я буду использовать то, что у меня есть. Приклеиваю своего зайчика сразу же на основу. Основа, кстати, покрашена просто обычной белой акриловой краской. И по краям акриловой краской я решила еще затонировать зайчика и немножечко как бы его составить, для того, чтобы оно сильно не сливалось. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как краска подсохла, я начинаю приклеивать сами цветы. Все цветы, весь декор я буду приклеивать снизу. Как сделать похожие веточки с шариками, я вам показывала. Там я делала что-то наподобие облепихи, наверное, я бы сказала так, потому что ягодки мои были оранжевые, но свои ягодки можно покрасить совершенно в любой цвет. Ссылку на это видео я вам оставлю в верхнем правом углу и также в описании к этому видео. Ну и в принципе все, что нам остается, это приклеить снизу сам декор, все сами цветы и завязать веревочку. И можно вешать на дверь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делается такой декор очень быстро. Я сделала, мне показалось, за минут 20. И теперь эта работа украшает мою входную дверь. Дима Торзок Ну и в этом все, у меня получился вот такой, на мой взгляд, интересный декор. Использовать здесь можно совершенно разные материалы, совершенно можно делать разные фигурки. У меня это кролик, это потому что он у меня есть. Можно использовать, конечно же, и делать работу, конечно же, без него. Также и сами цветы, они могут быть совершенно разные. Но имейте в виду, что если у вас солнечная сторона, цветы из фоамирана не подойдут, потому что при сильном нагревании они не начнут деформироваться. Но цветы из бумаги, конечно же, при дожде будут портиться. И вы сами понимаете, во что превращается бумага, когда она намокает. Поэтому при выборе материала для того, чтобы сделать свою работу на улице, нужно подходить более тщательно и понимать, что что-то может испортиться. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И я, кстати, надеюсь, что в ближайшее время будет уже больше мастер-классов, потому что я все-таки организову сейчас свое небольшое маленькое рабочее место. И увидимся с вами уже в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok